всем большой привет спасибо что заглянули на мой канал сегодня я буду готовить вкусные оладьи из кабачков с сыром готовить такие оладьи очень просто и время на приготовление уходит совсем немного для приготовления оладьев понадобится 1 килограмм кабачков это два кабачка 1 морковь морковь небольшая если большая на половину моркови можно взять 2-3 зубчика чеснока или по вкусу 100 грамм сыра сыр любой твердый зелень 2 яйца по одному на кабачок соль перец по вкусу и конечно же понадобится мука муки понадобится 6 7 8 столовых ложек нужно будет смотреть по консистенции кабачки я натираю на крупной терке у меня молодые кабачки я с них не снимаю ни кожуру не вытаскивай там семечек их еще там нет натерла все кабачки выкладываю дуршлаг дуршлаг ставлю какой-то посудину добавляю 1 чайную ложку соли хорошо перемешиваю оставляю на полчаса вот через полчаса столько жидкости стекло с кабачков теперь кабачки еще дополнительно нужно отжать чтобы совсем их мало влаги было отжимаю все кабачки вот такое количество кабачков получилось морковь натираю на крупной терке можно даже добавить не целую морковь нам целом многовато бы добавлю у меня крупная морковь добавлю половинку моркови 100 грамм сыра натираем тоже на крупной терке на мелкой терке натираю 3 зубчика чеснока и выкладываю в морковь чеснок сыр кабачкам добавляю два яйца и хорошо перемешиваю мелко нарежу зелень у меня петрушка добавляю петрушку кабачкам хорошо перемешиваю добавлю муку сначала добавлю 4 столовые ложки с небольшой горкой и дальше посмотрю все зависит того насколько еще соков влаги осталось в кабачках поэтому сначала 4 ложки столовые добавляю с небольшой горку перемешаю и посмотрю возможно еще придется добавить муку не больше нравится когда все-таки оладьи из кабачков они оладьи с кабачками чем меньше муки тем на мой взгляд лучше тесто жидковато получилось поэтому еще две ложки муки добавлю этого пуча 6 столовых ложек муки с небольшой горкой на 1 килограмм кабачков добавляю перец молотый черный добавлю еще немного соли потому что часть соли которую изначально с кабачками с жидкостью ушла поэтому немного нужно еще подсолить и вот смотрите такая густая масса получилось сковородку разогреваю на среднем огне добавляю растительное масло и выкладываю кабачки кабачки лучше выкладывать понемногу то есть они не должны быть большими чтобы они хорошо пропекались выкладываю оладьи из кабачков на сковородку жарю на среднем огне с каждой стороны по 5 минут до золотистой корочки крышкой оладьи я не накрываю пять минут прошло перевернула оладьи ведь они такие уже зажаристые получились жарю еще пять минут если вы любите оладьи более зажаристые тогда после того как вы пожарили оладьи пять минут с одной стороны пять минут с другой пожарьте их еще буквально по минуте с каждой стороны первая партия оладьев готова выкладываю их на тарелку вот такие вот оладьи получились зажаристые они очень вкусные полностью внутри пропеченные перед тем как начать жарить следующую партию оладьев я добавила в оставшееся тесто две столовые ложки муки потому что кабачки дали еще немного сока и тесто было жидковато поэтому рекомендую добавить еще немного муки в следующую партию оладьев добавил еще немного муки перемешала все хорошо это также жарю по 5 минут с каждой стороны оладушки переворачиваю и жарю еще пять минут оладьи из кабачков сыром по этому рецепту получаются всегда рекомендую вам приготовить если вам понравился этот рецепт ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на мой канал до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...